Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В понедельник днем в одном из домов на улице артиллеристов работники МЧС спасли 56-летнего хозяина горящей квартиры и 33-летнюю даму, которая заглянула к нему в гости. Ее с отравлением продуктами горения увезла скорая. Кроме того, этажом выше спасатели с помощью трехколенной лестницы эвакуировали 10-летнюю девочку. Стоит отметить, что работу спасателей осложнил тот факт, что подъезд к дому был затруднен припаркованными автомобилями. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В этот раз все закончилось относительно благополучно, но статистика неумолима. Причиной большинства пожара в жилом секторе и гибели людей на них является курение в нетрезвом состоянии. МЧС призывает – не курите в нетрезвом состоянии, особенно в постели. А если вы знаете, что ваш сосед ведет социально опасный образ жизни, информируйте об этом милицию. Еще один пожар произошел в понедельник в Минске. Вечером в трехкомнатной квартире по улице Кабушкина загорелся 11-летний телевизор «Витязь». Хозяева отделались легким испугом, сгоревшим ковром и истлевшим натяжным потолком. Разумеется, придется приобрести и новый телевизор. Чтобы не стать погорельцем, соблюдайте меры безопасности. Помните, что у любого электроприбора заводом-изготовителем устанавливается не только гарантийный срок, но и срок эксплуатации. Для большинства бытовых приборов он составляет от 5 до 7 лет. Детально следует смотреть в инструкции к каждому конкретному изделию. Эксплуатация электроприбора после указанного производителем срока небезопасна. Даже если прибор еще рабочий, в любой момент может произойти поломка, которая и приведет к пожару. Также помните, что ни в коем случае не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. Если загорание все же произошло, необходимо обесточить электроприбор и только после этого приступать к его тушению. Так как в обратном случае будет продолжаться тепловое воздействие тока, и прибор будет гореть дальше. Если вы не уверены в своих силах и безопасности при тушении, незамедлительно покиньте помещение и вызовите спасателей по телефонам 101 или 112. Минск чрезвычайный. Середина недели прошла достаточно спокойно. Серьезных по своим последствиям происшествий в городе не было зафиксировано. А вот в четверг, около полудня, в центре Минска случился крупный пожар. На улице Веры Харужей горело административно-производственное здание фирмы «Минскмебель». Клубы густого черного дыма, поднявшиеся на несколько метров воздух, были видны практически со всех районов города. Вызвано это было тем, что горел пенополистирол, утеплитель кровли. Ликвидировали пожар почти два десятка единиц техники. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, поскольку все были успешно эвакуированы. Вероятнее всего, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, которые проводились в этот день на крыше здания. И еще об одном пожаре, случившемся в столице в четверг, но уже вечером. Вероятнее всего, из-за короткого замыкания электропроводки, произошло загорание стиральной машины в санузле двухкомнатной квартиры пятиэтажного дома по улице Народная. Работники МЧС спасли из горящего помещения кота. А вот в субботу днем спасатели пришли на помощь 7-летнему мальчишке, нога которого застряла в металлической решетке ливневки по улице Ротмистрова. Оперативно прибывшие работники МЧС с помощью подручных инструментов освободили ногу. В медицинской помощи ребенок не нуждался. Для привлечения внимания общественности к проблемам травматизма и гибели несовершеннолетних в ЧС, в том числе из-за того, что дети остаются без присмотра, в эти дни в республике продолжается профилактическая акция в центре внимания детей. Дети младшего школьного возраста очень часто попадают в различные чрезвычайные ситуации. Родителям следует помнить, что в силу своего возраста дети не могут оценить степень опасности каких-то предметов или своих действий. Конечно, запугивать ребенка не стоит, но объяснять, рассказывать, беседовать, проигрывать с ним различные ситуации просто необходимо. На сегодня это все. Слушайте нас следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.